Подошел к концу 24-й тур российской премьер-лиги и настало время поговорить о Бэтсити Кубке России, тем более четверть финал и интереснейшая вывеска Сочи против московского локомотива. Я советую вам подписаться на канал моего хорошего друга Воте. Он снимает очень интересные видео по игре Бравл Старс, проходит разные квесты и создает карты. Лично я уже на этот канал подписан и ничуть не жалею, поэтому советую вам тоже на него подписаться. Ссылка в описании. Переходим к стартовым составам. Начнем с Сочи в воротах Адамов, полевые игроки Терехов, Заика, Мевли, Мамана, Меладинович, Бурмистров, Юсупов, Целагов, Нобуа, Заболотный. Переходим к локомотиву. В воротах Гильерме, Полевые, Рыбус, Черлука, Пабло, Жемалединов, Рыбчинский, Куликов, Умухин, Криховик, Смолов, Лисакович. Ну и запасы вы тоже можете видеть. С первых минут Сочи начал владеть инициативой, забрал мяч у локомотива, создавал хороший момент и здорово накрывал железнодорожников прессингом. Но все-таки под конец тайма Локо уравнял игру, стал тоже поступать к воротам. И в итоге на 44 минуте Федор Смолов убежал в быструю атаку, обыграл Меладиновича и послал мяч в дальний угол. Таким образом вывел вперед железнодорожников 1-0 уже в конце первого тайма. Второй тайм команды начали довольно-таки активно, особенно был активен Федор Смолов, который забил мяч. Но ключевой момент произошел на 50-й минуте, когда Кирилл Зейка нарушил правила и получил вторую желтую карточку. И таким образом она трансформировалась в красную, и Сочи остались в меньшинстве. А на 63-й минуте Федор Смолов оформляет дубль, удваивая преимущество локомотива в этом матче. После второго пропущенного мяча Сочи пошли в атаку, им нужно было отыгрываться. И в итоге на 70-й минуте Артур Юсупов классным дальним ударом забил мяч, и настала интрига в этой встрече. В конце уже даже Денис Адамов пошел в штрафную локомотива, но после прострела мяч выбили железнодорожники. И Франсуа Каманов выбегает 1-1 с пустыми в ротами и забивает третий мяч в рота Сочи. Таким образом локомотив побеждает в этой встрече со счетом 2-1. Счет довольно-таки уверенный, но игра держала в напряжении до последних минут. Статистика матча тоже довольно-таки равная. Владение мячом 50 на 50. Удары по воротам у Сочи 12, локомотив 9. Удары в створ у Сочи 6, у локомотива 5. Как итог матча, Сочи 1, локомотив 3, у Сочи отлетелся Юсупов, у локомотива дубль оформил Федор Смолов, и Франсуа Каманов забил последний мяч. На этом у меня все, я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok